Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. Утро четверга в Ноябрьске началось с пожара. 10 октября во дворе дома номер 113А по улице Магистральная загорелся автомобиль ВАЗ-2115. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной охраны в 7 часов. Через 6 минут огнеборцы были на месте вызова. К этому времени возгорание уже липидировали собственными силами. В результате пожара пострадало лобовое стекло, внешняя сторона капота, узлы и агрегаты двигательного отсека. Материальный ущерб, виновное лицо и предварительная причина пожара устанавливаются. Идет доследственная проверка. Житель Ноябрьска украл гараж и попытался сдать его на металлолом. В полицию обратился владелец строения, который утверждал, у него украли металлический гараж вместе со всем содержимым. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Ноябрьска. Он признался, что попросил своего знакомого на крупногабаритной технике перевезти гараж. После этого злоумышленник попытался сдать украденное в пункт приема металлолома. Мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. Причиненный ущерб оценен в 150 тысяч рублей. Теперь за кражу незадачливый похититель может лишиться свободы на 5 лет. В Пуровском районе вынесли приговор местному жителю, который надругался над женщиной-инвалидом. Следствие установило, что в апреле этого года 30-летний мужчина через форточку проник в квартиру, где проживает потерпевшая. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, злоумышленник изнасиловал молодую женщину. Мужчина полностью признал свою вину. Он получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В Тюменской области учитель сорвался на девятиклассников. Все произошло во время урока. Инцидент на камеру мобильного телефона засняли сами ученики. На кадрах преподаватель нецензурно кричит на класс и дергает детей за руки. Известно, что такой необычный урок детям преподал учитель ОБЖ в поселке Боровский Тюменского района. В управлении образования района заявили, что подобное поведение для педагога недопустимо. Начато всестороннее расследование инцидента. С детьми, говорят в ведомстве, будет работать педагог-психолог. Учитель на время расследования отстранен от работы. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала «Ноябрьск-24». Субтитры создавал DimaTorzok